а всем доброе утро я вам сейчас покажу как буду готовить кофе и кормить птичек что-нибудь по-любому забыла кофе на столе стоит я принесу наливаю водичку в свою макашницу вставляю такую штуку насыпаю в нее кофе который я забыла вот на том столе что-то я это теперь пью кофе только с вами если видео не записываю значит кофе не пью вот у меня сегодня дал кофе помололся чтобы не суметь свежемолотой кофе прекрасен засыпаем закрываем фильтры есть толку от них особо никакого закручиваем потому что там не должно остаться воздуха и ставим варить ставим вариться вот сюда здесь у нас будет малые сейчас я вам покажу как кормлю да малышня да малышня да малышня да малышня может вас вообще на ручках кормить иди сюда иди сюда иди ура, давай, давай! ты же не улетишь малыш? так ты же не улетишь малыш? нет? 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 Уйди уже сам кусать. Он уже учится сам брать. Вот так. И еще. И еще. Я ему еще сверчков принесла, но сверчки еще не разморозились. Давай еще. Вот так. Молодец. Вот так. Он сам кушать уже учится брать. Скоро сами будут кушать. Еще будешь? Наелся. 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 Наелся, малыш. Да. Да, ты у меня самый открыватель рта. Ты у меня самый открыватель рта. На. На, маленький. На, сладенький мой. Они уже летают. Улетели сегодня. На. Я сегодня пришла. Я расскажу вот так, чтобы меня тоже видно было. У нас есть отдельная комната, которую мы на ночь закрываем. В ней тусят мыши в клетке. Я туда ношу птичек. И Лелик там тоже спит. Ну, без клеток. Просто у него домик там есть. И он в нем спит. Ну, а чтобы коты туда не ходили. У нас их четыре больших и два малых. Мы дверку закрываем. И я сегодня прихожу с утра. Покормила майкунов. И со мной вместе заходят коты. А у нас самый хантер, самый такой охотник, это вот Лада. Лада, шоколада наша. Самая младшая, не считая младших, которых мы только что привезли. Ну, будешь еще, малыш? На, наелся. Ой, кофеек мой. Сейчас кофе, кофе, кофе. Видите, как она? Главное вовремя убрать. Все? На, еще одну и пойду еще одну лосьбу. Ой, малышня. Ой, малышня. Ну и тебе. Иди малышня. Да, я тебя покормлю. Я тебя покормлю. Рот открывай. Рот открывай. Рот открывай. Попа. Вот так, малышня. Ну так вот. Захожу я туда, и со мной вместе Лада, шоколада. Забегает, можно сказать. Забегает, а Лелик у меня на руке. А Лелик улетает. А я за Леликом. На кухню улетает. Но они, как бы, Лада, Лелика точно не тронет? А если тронет, то звездюлей от нее получит. Что такое? Что такое? Ты водичку хочешь? На, у вас тут есть водичка. Водичка. И что вы думаете, пока я ловлю Лелика? Лада прыгает на клетку, переворачивает. А вот эта штука, она очень легко открывается. Ну и также легко закрывается. Переворачивает клетку. Вот эта штука получается. Ну, он ее вот так переворачивает. Так что вот эта открывается вверх. То бишь вниз. И вылетают птички. Ну, все закончилось хорошо. Я была рядом. Лада была изгнана из комнаты. Я поймала всех птичек. На самом деле, одна только далеко улетела. Остальные. Что такое? Все? Ты тоже наелся? Принесли вчера мне вот такого... Какого-то рептилоида. Коты. На кровать. Практически. Рядышком положили. Дохлого. Вот такие у меня маленькие птиченьки. Да? Птиченьки мои. На ручках птичь. Но не летают. Они прям летают. Улетают. Буду кое-что делать. На, наевшись. Иди. 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 А Лёлик, будет молочко? Лёлик, смотри, у меня молочко есть. Лёлик. 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 Иди ко мне за молочком. Поставила там хлеб. Себе. Лай, не ешь хлеб, а я ем. А в Лаосе, хоть это и французская бывшая колония, и в отличие от всей Азии, то есть, чтобы вы понимали, да, у нас на родине, так скажем, да, в советском пространстве. Ну, я не думаю, что только там, в Европе, наверное, тоже как-то отчасти. Но культ хлеба, он очень такой развитый, то есть, мы всё, у нас много хлеба, разного хлеба, мы много что едим с хлебом, то есть, ну, как бы, ко многим блюдам подаётся хлеб. Ну, хлеб, это хлеб, всему голова, как говорится. А здесь они его не едят. Они едят рис, клейкий рис, это вот у них аналог хлеба, то есть, как у нас первое, второе, третье компот, завтрак, обед, ужин, везде кусочек хлеба. Понятно, что не у всех, здесь тоже не у всех, но в деревне рис, это вот, тоже, кстати, выкидывать рис нельзя, то есть, это, ну, как и хлеб, я помню, с детства хлеб никогда не выкидывал. Пойдёшь, там, голубям раздашь, там, если чёрствый, либо ещё что-то, но в мусорку хлеб. Я вообще еду не выкидываю, мне гораздо приятнее кого-нибудь, ну, как-то делиться, чем выкидывать, поэтому я такая, стараюсь всегда, заранее, 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 давайте все поедим. Ну, не суть. И хлеба здесь как такового нет. Хоть и французская колония, и они научились отчасти печь какие-то свои местные багеты, но они делают его очень, ну, они какие-то вьетнамские больше даже, чем французские, потому что они, они какие-то резиновые и полые. Я понимаю, когда путешествуешь по Азии, а в Таиланде хлеба, кроме вот этого американского, который хранится миллион лет, ну, он аж прям, не знаю, я чувствую вот этот вот запах, мне не нравится он. Лай, кстати, его ест, говорит, как канун, как вкусняшки, ну, там, с сыриком или с чем-то запекаем, я тостерницу, кстати, заказала, она уже приехала даже, буду, буду, привезем в следующий раз из столицы сюда, ну, либо пришлют, и буду готовить бутеры. И лая себе. И хлеб тут весь, такое ощущение, что он на кокосовой муке, что он, ну, он вот, я знаю, что вы меня поймете, если попробуете, лаосцы меня не понимают, но наш хлеб, он вкусный, такой прям насыщенный, прям хлебный хлеб. А тут то, что продают, ну, вообще, ни в Красную Армию, ни кудым. И я пеку хлеб. Не так давно заказала машину для выпечки хлеба, я уже где-то показывала видео. Девайс, машину, так по-русски сказать, устройство, приспособление. Хлебопечка, во, хлебопечка, отличное слово. И я всегда по рецепту там что-то накидаешь, воткнешь, и оно там зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю. Вот я попробовала один рецепт, второй рецепт, третий рецепт, четвертый рецепт. Что-то там моделируя и меняя, ну, я не готовлю никогда четко по рецепту. У меня такое ощущение, что в голове оно как будто складываются какие-то пазлики. И я думаю, ммм, добавить вот этого, или вот этого, или вот этого, а что будет, а как будет. Ну, вот какие-то такие мысли. И один рецепт мне показался вполне себе вкусным, но я его вот потихонечку усовершенствую, вывою, под себя, там где-то побольше соли добавить, да, в хлебе. Мне почему-то кажется, во всем хлебе, который есть рецепт, не очень, достаточно соли. Хотя мы тут соли особо не едим. Тут даже в кафешках, в ресторанах, на столах стоят много специй, но соли нет. И что еще? Ну, там где-то яйца есть, где-то сливки, где-то масло, где-то растительное, где-то сливочное, где-то то, где-то сё. Вот это вот я всё там пробовала, 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 выяснила, что с яйцами, молоком, даже водичкой можно чуть-чуть, вкусно. А добавишь туда сливки, сметану, сметану я, по-моему, тоже добавляла, не помню. Масло я добавляла, хлеб, такое ощущение, как булка какая-то, не хлеб совсем. У нас просто в ресторане мы печем черный хлеб, мы тоже выверяли рецепт, но тогда еще Тим был с нами, и он занимался, как, что где подправить. То есть я могла говорить из серии, а вот так, а вот так, а вот так, а он уже думал, что где подправить. В плане ингредиентов. Тимофея там еще круче, чем у меня, он еще и технолог, и у него такой жух, и он готовил, конечно, вегетарианец. У меня был технолог-вегетарианец. Мы начинали вместе с ним из лай рестораны, и он все готовил. В голове тоже представлял, он уже миллион лет не ел мяса. По вот этим госстандартам, рецептам, у него очень крутая подготовка, именно книжная, то есть он миллион дипломных работ написал на заказ, и своих тоже, и не только дипломных. Ну, короче, молодец. И у него тоже так складывалось, такой, я говорю, как ты готовишь? Ты же, говорю, даже попробовать не можешь. А он такой, а у меня там нормально все. Вот, и у меня тоже нормально все. Вот у меня есть такая штучка, которая закрывает молочко. Я в ней грею молочком, а потом вот так... Видите, и была половина, а стала почти целая. И опять глаз-алмаз. Ну, за столько времени наблатыкалась. Так вот, и про хлеб. А там же как? Ну, я-то понимаю, что дрожжи начинают работать при температуре там 33, по-моему, раут где-то градусов, а ты же все это запихиваешь молоко и все остальное туда, в холодное. И оно сразу начинает джух-жух-жух-жух-жух. Я понимаю, три часа там что-то подогреть, размешать и так далее, там подобное. Но когда ты уже, получается... Они у тебя начинают все активировать. Ну, короче, мне показалось, я не знаю, я сейчас вот проверяю, проверяю, и в режиме реального времени вам рассказываю. Видос допишу, как раз пойду поставлю. Я что сделала в этот раз? Я налила туда все жидкие продукты. Ну, потому что в хлебопечку надо наливать все сначала жидкие продукты, а потом насыпать сыпучие. Тогда оно перемешается. Это в любой миксер так, ну, вот эти профессиональные, большие, в любую сначала жидкость, а потом мука и все остальное. Ну, вот, он у меня и так, в принципе, поднимается. Но мне почему-то показалось, что если сейчас налить молоко, дрожжи, соль, сахар, яйца еще там же, и оставить это все, чтобы оно немножечко поднагрелось, хотя бы там до комнатной температуры нашей 30-ти градусной, а потом засыпать туда муку. Муха, уйди. Ой, какая у меня грязная камера. Или стекло. Что это у меня там, коты буянят. Вот, и если сделать так, то должно быть еще круче и вкуснее. Я буду пробовать. Сегодня готовить... Подождать. А еще я туда добавила немножко молока. Немножко воды. Обычно я туда добавляла сливки, молоко. Такое, ну, все лучшее сразу. А сейчас решила, чем проще, тем лучше, потому что, уменьшая какие-то пафосные для Лаоса ингредиенты, получается только лучше. Ну, по консистенции, по вкусу. Вот, вы мне там пишите, что хорей жрать икру на камеру. У меня почти она закончилась. Так что, радуйтесь. В ближайшее время после окончания не буду. Буду рыбку соленую. Салмон засаливать и кушать. Что, будете еще, звездюлики мои? Смотрите, они там втроем. Как видите, какая-то картинка была. Это еще в мухосранские годы, когда, ну, особо там принтеры, шпринтеры, это было все шайтан-майтан. Открытки еще печатали где-то там на фабриках, продавали их и покупали их. Ну, у меня была картинка, там были три птички на такой, на проводке висели, сидели. И вот они прям вот такие же, по-моему, были. Смеснюки. Все, наелся? И спят. Они наедаются и спят. Это минут 15-20 час проходит, они опять такие, а-а-а-а-а. Или Лелика сверху прилетит, они такие, а-а-а-а-а-а. Вот, покормишь их, и нормально. Ну, то есть, они вот таких два мешочка съедают. вчера съели за день и вот таких тарелки наверное с едой тоже штучки две-три мешаю ну то есть они прям аглоедики леоли дети я покажу папа пришел аглоедики птицы аглоедики папа принес завтрак а еще у нас ну вот это все сейчас вот так вот раскидана на почему раскидана броши нам тупо поставить я говорю что он очень они много кушают дети пакет пойду найду ему пакет а а а и 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 встала, покажу вам вредную моя птица. Моя Лёренька. Моя Лёренька. Молочко будет? Папа грызет до сих пор. Всех грызет. Все приходят, а он на них ругается. Будешь молочко? Будет моя птица молочко. Будет моя сладенькая молочко. Вот так вот. Покажу вам мою любимую птицу. Птица моя кушает молочко. Это нормально вообще, что птицы любят молоко? Прям любят молочко. Ну вообще я ненормальная птица. Ты моя ненормальная птица. Чей моя сладкая птица? Я решила, что больше подобных лёлику заводить я не буду. И какие бы там они несчастные не продавались бы где-нибудь, покупать я их тоже не буду. Я вообще так зарекалась про всех птичек. Но то, что принесли прямо домой, вот так вот, надо кормить и спасать, ну как бы ничего поделать не могу. Пусть живут. Я на самом деле там как сказать, чтобы просто было понимание, у меня я теряю животных, я теряю близких, но это всё как бы часть жизни. Ну я понимаю, всё, я я не буду никогда как сливаться на негатив, что ли, на обиду на себя или ещё на что-то. То есть, да, мне жалко Лёху, но вот он как бы было и было, и всё, и кончилось, и точка. Мне там сразу кто-то пишет, там какие-то гадости. Ну ладно, пусть пишет. Вот. А кто переживает, ребятки, не переживайте. Спасибо вам большое за заботу, спасибо вам большое за участие. Это действительно ну трогательно для меня, очень даже необычно, потому что я очень такой асоциальный человек, и так, чтобы ну как бы мне никогда типа не требовалось, там, и я это прекрасно и сейчас понимаю, но когда это происходит, когда от вас вот такая, такие, ну такая любовь, такая поддержка, такая забота, вот, она меня греет душу. Так что спасибо вам большое, вы делаете мою жизнь приятнее. Ну у меня так приятное, замечательное и хорошее. Я вот сижу, отпуск у меня полугодовалый, в гамаке, ничего не делаю, вон с лёликами общаюсь. А, меня там спрашивают, а когда работать, я работаю, ребят, я работаю. Только, ну что такое работа? Вернее, как, тогда можно сказать, я уже давно не работаю. Я живу, наслаждаюсь жизнью, а денежки, ну это как бы, это, кстати, очень такая отдельная интересная, длинная тема, потому что для меня деньги, это, ну, в них нету наркотиков, в них нет идолов, в них нету как бы, чего-то, ну то есть, мне скажи, вот тебе миллион долларов, для меня это слова. То есть, не то, что я не люблю деньги или там не хочу денег или ещё что-то, но для меня есть внутренняя составляющая, внутренний комфорт, вот что я хочу, я хочу дом, да, я хочу покупать себе там, что я хочу покупать. Я хочу там на лоза выезжать путешествовать, когда я хочу выезжать путешествовать, не то, что я каждый день там куда-то езжу, мне не нравится, мне комфортно дома, но иногда, да, прикольно. Вот, нужны ли мне пятизвездочные отели под настроение то есть почему бы нет иногда иногда просто можно где-то у кого-то даже пожить ну как бы мне это не имеет значения вообще не имеет многое значение тогда тебе живется проще вот и с денежкой так же лучше я даже не знаю сколько у меня денег на счету там либо там не знаю в ресторане ну то есть у меня нету какого-то постоянного учета все говорят что нужен учет 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 на чем много учитывали мне кажется это только вот себя вот здесь триггерить а также как бы живешь посредством то есть когда у меня не было денег ну ладно мы там на байке ездили в гистах останавливались если кота выезжали но в то же время мы не отказывались себе в чем то есть но мы мы радовались этой жизни нам хватало нам не нужно было то есть у меня не было могу мой сейчас же пятизвездочный отель и в ресторанчике бы пожрать вообще нет и плюс еще когда появляется много денег обычно как люди такие вот денег много трачу денег нету сижу ужимаясь вот никогда в жизни такого не было то есть всю жизнь была ровно вот вот просто хватало того что есть она все больше 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 и сейчас у меня есть тумбочка как в детстве мечтала с деньгами я туда выручку какую-то складывал беру оттуда чего-то и она вот там и я даже не знаю что там как там просто открыл взял там кому надо раздал там этим чего-нибудь но я не скажу у них много нет я не миллиардер какой-то у меня там нету сотен тысяч баксов на на счетах чтоб там квартиру купить машину купить и так далее а мне просто хватает хватает именно в том какая я есть в том чего я знаю прекрасно вселенная она вот она она вот она она вот она она все оно одно если вдруг вот но не вдруг а уча же нужно будет строить ресторан мы просто долго думали резорты но мы физически просто но мы не знаем никаких этих нюансов там а учить считать что-то вы а с рестораном проще из парков у меня давно давно уже много лет назад возникла идея я хочу короче парк большой такой я тогда думала огонь советский парк не то что я топчу по совку ну то есть для меня это как как сказать не важно сейчас я не хочу советский парк я сейчас хочу просто парк я хочу там такой звездных враг не смотрел звездные врата атлантиды вот я помню мне очень нравился этот сериал там были такие врата вот я короче хочу такой в такие врата там зарядить там не знаю матрешек тоже поставлю а то у меня много министров и бизнесменов и все кто в советском союзе учился они такие и они давно говорят лена открывай что-нибудь в анвенге покушать вкусное наши тут нечего вкусно покушать а я могу а я могу и поэтому матрешки но это пока так просто бла 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 не знаю что будет но я к чему началась говорить про деньги что ты мой маленький громкий перекрикивает к тому что когда внутренняя готовность есть она сама растет то есть но я верю что мы сейчас начнем строить ресторан парк что у вас потихонечку у нас деньги будут появляться они будут больше приходить несмотря на то что что-то вот мы месяц в ресторане не появляется мне ресторан очень сильно зависит от какого-то эмоционального составляющего я даже нашего костика менеджера привет кости если ты меня смотришь кормлю карпат кармливаю конфетами горюди съешь конфету для хорошего настроения съел конфетку попил кофейку рашка не пришел очень блатное купил но там рекламу как постит и работу работает и вообще он молодец но внутреннее состояние она все равно очень важно и мы обычно раз в месяц даем костику выходные а сами приезжаем раскачивать рестораны именно с точки зрения какого-то такого же какой-то энергии такой суху в детище в свое и раз и опять месяц сейчас короче мало у нас выручка небольшая но все что не делается все справишь так и стараюсь жить и всегда даже не требую ничего там лаосы торгуются с духами дай мне 100 клиентов вот я говорю что все было правильно так что и вам желаю чтобы все было правильно 30 минут на трындело с утра с птицами прям сразу ролик и запилю так что вот в режиме реального времени наше утро вашему утра всем добра я добро и всем добра у меня даже где-то в них был добро